Сегодня я хочу уделить внимание тому, что касается вообще, что такое ментал, что такое присутствие. Немножко более подробно, естественно, затронем вопросы и ответы на них. Я часто упоминаю в постах, в беседах такое понятие, как матрица, информационное поле, личность, ментал. В чем же разница, почему разные названия, что за всем этим стоит? Из чего состоит личность? Хочу сказать, в первую очередь, что матрицу не надо рассматривать как некого внешнего врага. Нужно помнить одно, что нет ничего вне тебя. Для чего я привожу этот пример? Если взять и посмотреть, то отчасти это очень похоже с описанием структуры данной реальности. Свет, который преломляется через этот слайд, транслируется на линзу, и линза отбрасывает это как изображение уже на стену или на экран. Фактически так появляется реальность. Когда человек видит реальность, это уже следствие. С этим следствием сделать ничего нельзя. Нельзя ни подвинуть, ни изменить, ни улучшить, ни ухудшить никак. Как только человек уловит эту взаимосвязь между подсознательными идеями, подсознательными ожиданиями, подсознательными желаниями и своей реальностью, он, по крайней мере, поймет, как работает система. Разделение автоматически несет страдания и автоматически несет выбрасывание из настоящести в определенную иллюзорную чистоту. Присутствие человека в моменте, оно обрывочное, оно не плотное, оно не постоянное, оно не мощное, оно не расхлопнутое. Здесь как бы встречаются два аспекта – бытие моментом и бытие пространством. То есть вы есть и пространство в том числе, то есть пространство себя. Они запускают вот этот механизм свидетельствования того, как есть. То есть включая и себя, и происходящее с собой, и происходящее вокруг себя. Дальше в беседах мы будем, естественно, заострять внимание, больше расшифровывать, больше раскрывать разницу между проживанием в ментале и скольжением по менталу. Это две совершенно разные координаты, два совершенно разных вектора. И тогда вы уловите некое внутреннее присутствие, то есть вот эту чистоту сути, которая будет вас вести на пути освобождения. То есть вы уловите, что раскрытие будет, но движение в линейности будет отсутствовать. Сейчас я хочу немножко заострить внимание на том, что такое вообще образ себя и образа себе, и как это работает. Здесь разговор идет о том, что это ментальный вирус. Всегда в основе любого искажения, любого отклонения в человеке изначально есть причина ментальная. Есть вещи, которые нужно сохранять и подчиняться правилам, которые присутствуют в данной реальности. Вы не можете их разрушать, вы не можете с ними бороться, идти против них. Все, что вы можете, это сначала обнаружить себя. И вот обнаружение себя настоящего поведет вас дальше внутри этой реальности, как бы возвышая вас над ней. Не взрывая ее, не ломая ее, не борясь с ней, не убегая от нее, а именно поднимая вас, как бы возвышая над... Это и есть вознесение. Голограмма в данной реальности, она устроена так, что она, с одной стороны, подобна, с другой стороны, она оказывает некое воздействие, движение происходит, есть некое трение, некое давление. Человек начинает ощущать наличие личности, наличие ума, начинает ощущать наличие сущности, и при этом все внутри него одного. Эго априори управляет человеком, оно находится, естественно, в связке с умом, и получается это эго-ум. Дальше происходит такое узнавание и противостояние взаимодействия между сущностью и личностью. Это вот есть такое, что борьба духа и плоти. Сознательное, духовное начинает взаимодействовать с ментальным и плотским, да, или матричным. И человек будет ощущать это взаимодействие, когда, например, он будет сущностно ощущать и слышать какое-то одно понимание, да, одно видение. А личность будет провоцировать и слушать какими-то другими идеями, мыслями или провокацией. По степени этих бесед, я думаю, что будет более понятно, как получать вот эти ответы, как проживать. Я могу сказать так, тот, кто действительно хочет узнать это, он обязательно получит ответ. Продолжение следует...